В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Широтон». Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. Уфа стала одним из лидеров в России по строительству новых торговых площадей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Найтфрэнк». Как выяснили эксперты, по итогам первого полугодия среди городов-миллионников больше всего торговых площадей на тысячу жителей построили в Екатеринбурге и Самаре. По этому показателю они опередили даже Москву и Санкт-Петербург. В Уфе за последние пять лет объем торговых площадей вырос более чем в два раза с 223 тысяч квадратных метров до 519. При этом наименьший показатель за тот же промежуток времени зарегистрирован в Казани. В целом в 15 городах России с населением более миллиона человек объем торговых площадей вырос на 55 процентов и составляет 16 миллионов квадратных метров. На выборах в законодательное собрание Башкортостана для голосования слепых и слабовидящих граждан будет работать шесть специализированных участков. По два в Уфе и Белебе, а также в Стерлитамаке и Белорецке. Избирателям с нарушением зрения предложат трафареты и лупы. Также участки оснастят направляющими поручнями и пандусами. Два года назад такими устройствами была оборудована только треть мест для голосования. В этом году их будет уже около половины, 48 процентов. По данным на январе этого года численность избирателей в республике около 5 миллионов человек. Впервые голосовать пойдут 20 тысяч жителей. Отмечу также, что по официальным данным в ЦИОМ принять участие в выборах депутатов госсобрания Башкортостана в этом году планирует каждый второй из запрошенных. Тем временем в Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму и заказывать ее только у российских фабрик. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по образованию науки Бориса Чернышева. Так, форма для учеников младших и средних классов не должна стоить дороже трех тысяч рублей, для старшеклассников – четырех тысяч. При этом упор нужно сделать и на качество материалов. По результатам недавней проверки Роскачества нарушения выявили у 60% такого вида товара в 27 регионах страны. Также, по мнению депутата, необходимость заказывать школьную форму только российским фабрикам нужно закрепить законодательно. Такие есть во Владимирской и Псковской областях. Родителям школьников из Башкортостана сейчас самое время запасаться формой, ведь в нашей республике новый учебный год начнется точно по расписанию – 1 сентября. Хотя во многих городах России торжественные линейки перенесли с субботы на понедельник – 3 сентября. За полгода в Башкортостане выявлено почти 1300 новых случаев заражения ВИЧ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это меньше на 8,3%. При этом почти в два раза больше случаев инфицирования зарегистрировано у людей в возрасте от 30 до 40. Этот показатель за 18 лет вырос с 22% до 44. Зато у молодежи количество заражений по официальной статистике снизилось более чем в три раза. Так, каждую неделю в республике ВИЧ выявляют примерно 50 человек, большинство из них живут в Уфе. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро продолжают падать. Американская валюта подешевела на 37 копеек и оценивается сейчас в 66,37. Евро стал ниже ровно на рубль и стоит 75,22. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Банке Наива и Тимирбанке за 66,50 руб. Продажа в Запсибкомбанке за 67,00 руб. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Банке Наива за 75,50 руб. По продаже во Всероссийском Банке развития регионов за 75,91. Мы продолжаем следить за развитием событий. Всего доброго, хорошего дня и оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин